Не спрашивай. Не спрашивай, как мне это удалось. Твой день рождения. Лучший подарок. Два билета. Как ты думаешь, куда мы? Боровое? Это билеты боровые. С фантазией у тебя так себе, если честно. Это Турция. Я понимаю, это тоже не очень оригинально, но это Турция. Понимаешь, да? Оскар, дорогой, мы как бы уже с тобой договорились до этого, что мы летим в Боровое. Я понимаю, что мы с тобой договорились, что мы летим в Боровое, но туда ничего не летает. Мы полетим. Летает в Турцию. Мы едем в Турцию. All inclusive. Все хорошо, все включено. Мы, только я, у тебя день рождения, это был тяжелый год. Я понимаю, звучит как новогоднее обращение президента, но это был действительно тяжелый год. Две девальвации. Мы заслужили этот отдых. Вот именно, Оскар, потому что у нас была девальвация. Я хочу поддержать нашу страну и слетать в казахстанский курорт. Тем более бабушка там напекла блинчиков, уже подоила корову, у нас свежее молочко ждет нас. Поехали в Боровое, пожалуйста. Да, мне этот вопрос действительно всегда мучил, каким образом в гостинице бабушка умудряется дает корову. Мне повезло, я взял номер без бабушки. Два? Но с коровой. Без обоих бабушек. Оба номера без бабушек. Я попросил, чтобы был вид на море и без бабушки. И без вида на бабушек. Без вида на бабушек, правильно. Ну, понимаешь, я понимаю, что тут все включено, но у твоей бабушки все выключено. Поэтому мы с тобой едем в Турцию. Зато он нас очень любит. Мы там будем себя чувствовать вообще как дома. У нас там все свое. Там наша мебель, там наша машина, там наши дети в конце концов. Нам нужно лететь в Боровое. Вот это, кстати, ответ на многие вопросы. Я давно хотел узнать, где наша машина, где наша мебель и уж где наши дети. Меня это всегда волновало. Давай сделаем так. Я тебе дам еще одно сравнение. Хорошо. Что ты любишь больше всего смотреть по телевизору? Турецкие сериалы. Ну да, предположим. И что? Так вот представь, ты приезжаешь в Турцию. А там нет турецких сериалов. Там все эти сериалы по улице ходят. А я хочу меня смотреть. Сулейман великолепный. Плако. И ты понимаешь, почему он великолепный. Я, конечно, тебя, Скар, поддерживаю во всем, но... Я не хотел тебя расстраивать. И поэтому я тебе отскрыл от тебя тот факт... Господи, что с бабушкой? Да. Это самый главный опыт. Бабушка уже уехала в Турцию. Ты меня сейчас обманываешь специально, да, чтобы мы специально полетели за бабушкой в Турцию, да? Да. Ну, всегда это срабатывало. Я не знаю, почему сейчас это не должно сработать. Давай мы сделаем так. Анна, вас ведь вроде так зовут. Тем более, что мы 10 лет женаты уже. Именно поэтому. Ради наших двух детей, которые остались в Боровом. В Боровом, да, и один с Турцией. Ради нашего телевизора и старой мебели, которые тоже остались в Боровом. Давай уедем в Турцию. Ну, правда. Ну, сделаем так, давай так. Вот приедем в Турцию, я разгромлю весь этот номер, и он будет напоминать, что мы в Боровом. Покроем пылью номер, не будем его чистить. Привезем корову, да? Чтобы коровы тоже купались там. Чтобы там много чего было. Такое все похоже на Боровое. Едем. Я далеко выбрасывать не буду, мало ли, передумаешь. Едем в Боровое. Ты молодец. Я знаю. У тебя там позвонил телефон. Алло. Алло, алло, доченька. Мамулечка, привет. Доча, не надо ехать. Мы тут с отцом решили в этом году нормально отдохнуть. И в Турцию сникать. Вы бы тоже билеты купили, а то каждый год приезжаете, не даете нам с отцом хавыть на единицу. Хорошо, я тебя поняла. Спасибо. Оскар очень расстроился, плачет, но я пытаюсь объяснить это. Я тоже плачу. Спасибо, мамуль. Целую. Какая логичная концовка.